Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратить одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робоксы. Подпишись. Для тех, кто не знает, на моем ютуб канале Ника Шоу будет проводиться мега раздача робоксов на 100 тысяч подписчиков, так что подписывайся на мой ютуб канал, зови своих друзей и пусть тоже подпишется, чтобы раздача робоксов настала как можно скорее. Ну и конечно же не забывайте вступать в мою группу НСКТ, чтобы в дальнейшем не выждать свои робоксы 16 дней. А еще у меня можно выигрывать робоксы в рубрике Коды на робоксы. Как ими пользоваться, смотри подробнее в данном видео. И в этом видео комментарий дня от Овсянки, который вы видите сейчас на экране. И сегодня, ребяточки, я для вас буду готовить видео, как получить 4 новые бесплатные вещи в игре Black Adam Experience. Это совсем свежая игра, совсем свежие бесплатные вещи, целых 4 бесплатные вещи. Поэтому погнали скорее загадите, ссылочку на эту игру я оставлю в описании, либо же можете найти ее по названию. Первую вещь, ребяточки, получить очень легко. Мы только зашли и получаем наш бейджик. Посмотрите, Reward Unlocked, это была и Кадама Болт. Болт, так в принципе написано. Это вот такая вот молния, у нас подвесочка, подвесочка-молния. Давайте зайдем в инвентарь и посмотрим, как она выглядит. Ну что, ребяточки, зашли в инвентарь и видим вот эту вот молнию. Пришло время рассмотреть ее. Смотрим, вот такая прикольненькая молния, точнее. Она, можно сказать, как подвесочка. Достаточно проработанная. Тут у нас есть градиент между темно, ну точнее не темно, ярко-желтым и светло-желтым. И также здесь у нас такая вот, так сказать, обводочка. Но выглядит прикольно, качественная вещь. В принципе, ее, думаю, можно сочетать с многими скинами. Тем более, со скинами косплееров. Но мне кажется, что эта вещь подойдет для таких персонажей, как типа Каминари, Дэнки и прочее-прочее. Ее, ребяточки, очень легко получить, так что скорее ее получайте, пользуйтесь. В общем, ну а мы приступаем к следующей вещи. Какой-то вот интересный скинчик стоит. В общем, нам надо собрать как раз-таки 8 этих молний. Видите, у нас там молния мелькает. И у нас в левом нижнем углу болт фонт 0 из 8. Мы подбегаем к молнии и собираем ее. Вот это у нас первая. Там у нас находится вторая. Вот, ребяточки, смотрите, тоже тут крутится. То есть их надо собрать по карте. Они несложно забросаны, точнее спрятаны. Вот тут еще одна молния на свето... Не хочу сказать, светоотражатель, но нет. Вот здесь у нас это еще одна молния. Собираем ее, конечно же. У нас есть уже 3... Ой, 2 молнии. Я почему-то ту... А, я ту не собрала! Ой, извините, ребяточки, что-то не заметила, что я ее не собрала. Не собрала, точнее. Давайте соберем. Все, наконец-таки. Далее на противоположной стороне мы можем найти еще одну молнию. Бежим к ней. Тут у нас, кстати, такая вода, по которой мы можем буквально ходить. Забегаем сюда за угол и видим вот эту вот молнию. Тоже ее, конечно же, собираем. Ой, я опять ее не собрала. Вот, все, теперь собрала. Далее мы бежим вовнутрь здания. Вот этого вот большого здания. Октябрь 21. В общем, октябрь 21. И видим сразу же у нас прям по прямой вот здесь находится первая молния. Собираем ее. Далее еще одна молния спрячется у нас за этим автоматиком. То есть очень близко у нас находится. Просто подбегаем, собираем. И у нас остается собрать всего 2 молнии. Да, 2 молнии. И они тоже находятся достаточно близко. Одна вот здесь сверху на книжных полочках. Вторая я вам чуть позже покажу. Сначала соберем вот эту вот, которую мы подметили на книжной полочке. Бежим к ней. Кстати, ну они спрятаны достаточно легко. Их можно легко найти. То есть, думаю, проблем с этим не возникнет. И вторая находится на другой стороне. Вот она мелькает уже. Хорошо, что они, знаете, не очень сильно спрятаны. Потому что их, в принципе, мало. Если бы карта была большая, их вообще было бы сложно найти. А так, они достаточно на видных местах. Собрали их. И получаем вот такой прикольненький Хавкман Хелмет. То есть вот такой вот шлемчик. Давайте же скорее заходить в наш инвентарь и посмотрим, появился ли он. Смотрим, видим вот такую вот прикольненькую вещь. Блэк Адам Хавкман. В общем, вот очень... Почему Блэк? А, ну потому что Черная Адам, это фильм в смысле. В общем, давайте рассмотрим ее поподробнее. Выглядит она, в принципе, прикольненько. Смотрим. И на самом деле, это очень прикольненький шлемчик. Мне почему-то сначала показалось, что это как будто шлем пингвина. Но это просто на первый взгляд. А все, это на самом деле очень крутой шлем. Мне очень он нравится. Типа, достаточно круто выглядит. Ну, реально, мне нравится. Вероника одобряет. Но он почему-то еще напоминает как будто лицо всемогущего. Если кто узнает, тот поймет. Ну, в принципе, прикольненький шлемчик. Мне нравится. Далее, ребяточки, нам надо наступить на один из вот этих зелененьких квадратиков. И надо, чтобы нас затянуло в игру. Так вот, встаем на него. Нажимаем, то есть... Кстати, ко мне тут подключилась моя подписчица. Приветик тебе, ты в видео. Точнее, ребяточки, я ошиблась. Нам надо побежать вот в эти вот двери. Вот видите? Вот такие вот бирюзовые, не знаю, белый-бирюзовый. Такие светло-бирюзовые. Мы заходим сюда вот, и нас закидывают сюда. Здесь мы должны пройти опрос. То есть, по вариантам, то есть, должны быть правильные ответы. Там очень много дверей. Так что, ребяточки, я вам скажу цвета. Первый цвет это у нас оранжевый. Далее у нас идёт, кстати, оно сквозь, не видно, сливающие стенки. Далее у нас идёт красный, ребяточки. Потом у нас идёт бирюзовый. Оранжевый идёт. Красненький. То есть, всё очень быстро. Я по цветам делаю. То есть, достаточно легко. Дальше у нас был красный. Дальше ещё раз красный. Дальше у нас зелёненький. После зелёного у нас идёт оранжевый. Кстати, такие красивенькие цвета. После оранжевого идёт красный. Кстати, если вы ошибётесь, вас кинет в самое начало. Далее у нас идёт зелёный. Потом красный. И в конце бирюзовый. Вот так вот легко мы получаем это. Подходим к этому шлемчику. Смотрите, ещё один шлемчик. И получаем его. И получаем, собственно, бейджи, который заявляет, что данная бесплатная вещь уже появилась в нашем инвентаре. Погнали заходить туда. Ну что, ребяточки, мы зашли и видим этот прикольненький шлемчик. Давайте его рассматривать. Ну что, ребяточки, смотрим. Это шлем без ликого. На самом деле, мне сначала стало это похоже на, ну знаете, вот этот вот хвостик коня. Здесь это его ножки. Ну, в общем, да, вот такой вот шлемчик. На самом деле, возможно, кому-то это зайдёт. Мне такой себе. Тут есть, конечно, градиент и проработка. Мне смущает то, что он без глаз. Я так понимаю, в этом фильме, про который сделана эта игра, может быть, там есть этот персонаж, типа, с вот таким, такой безликий, так сказать. Но, если честно, сама эта вещь, как вещь в Роблоксе, мне не особо зашла. Но, а так, думаю, она может кому-то понравиться. Далее нам надо пойти к нашему человечку, который находится у нас, ну, практически на старте, с именем Блейк Адам и поговорить с ним. Бежим мы туда у нас к выходу, то есть, можно сказать, где наш старт. Можно резетнуться, а тут уже всё на ваше усмотрение. Подбегаем сюда и видим вот этого вот чёрного Адама. Разговариваем с ним. Он там нам говорит кучу всего. У него такое вот умное личико. В общем, ну, он разговаривает с нами. Вот тут текст, в принципе. Мы, типа, должны читать, но, в принципе, кому это надо. Ладно, если кто-то хочет вникнуться в историю, то, наверное, ему понравится. Почему вот этот чел так встал передо мной прям и дышит прям в камеру, знаете. Нас перекидывают в эту игру, Destruction, и мы здесь должны выполнять определённые действия. Почему мне здесь на заставке фильма напоминает этот Уайт Джонсон, ну, типа, скалу? Ладно, что нам надо делать? Смотрите, ребятки, мы должны разрушать тут всё, пока наша Destruction не заполнится на 100%. Мы вот так вот тыкаем и всё разрушаем. Мне, на самом деле, очень нравится, как тут сделали. Вот, я не видела игр, в которых было же, ну, типа, так же. Тут плавненькая анимация, прям, красиво всё распадается, знаете, как будто вот ты рисуешь и прям реально всё распадается. Типа, очень круто, точный рисуночек получается у нас. А этот Destruction заполнить можно очень легко, никуда даже и с места не сдвигаться. Просто вот так вот сдалека стреляешь, всё распадается, и у меня уже 70, ой, 90 уже процентов получается. Отлично, Mission Incomplete, Richard 100% Destruction, Return to Claim Yo, Exclusive Reward. Ну что, нажимаем Return и получаем нашу награду. Так, нажимаем, у нас возвращают в нашу игру. В принципе, у нас идёт загрузочка, дальше мы прогружаемся, и вот, отлично, она с нами до сих пор говорит тёмный Адам, рассказывает, о, кстати, тут я стою, прикольненько, ой, ту-ду-ту-ду. Ладно, он там рассказывает, что тоже ждём, скорее выдавай нашу награду нам. Отлично, и мы получили Black Adam T-shirt, давайте же скорее её рассматривать. Ну что, смотрим, это вот такая-то объёмная кофточка с надписью Black Adam, давайте её рассмотрим поподробнее, думаю, она будет крутая. Смотрим, и на самом деле футболочка крутая, такая тёмненькая футболка с надписью Black Adam, а если, ну, скоро выйдет этот фильм, как я понимаю, если кому-то он зайдёт, я думаю, фанатам этого фильма кофточка точно подойдёт. На самом деле прикольная объёмная кофточка, почему бы не получить на халяву? Далее, ребятки, нам надо было встать, смотрите, каждому человеку на эти мигающие кнопочки, и у нас откроется секретная комнатка с вот этими вот крыльями, смотрите, подходим к ними, нажимаем Е и получаем вот такие вот крутые крылья, давайте же скорее заходить в инвентарь и рассматривать их. Данная бесплатная вещь уже появилась в нашем инвентаре, давайте её рассматривать. Рассматриваем эту бесплатную вещь, и выглядит она очень круто, тем более как для бесплатной. Мне нравятся эти крылышки с такими вот двумя цветами, это красненький такой бордовенький и жёлтенький, на самом деле они проработаны очень хорошо, такие тщательно выполнены детали, как будто, вы знаете, какого-то крылья какого-то феникса, в общем, ну, вы поняли про огненную птицу, типа жар птица, что-то типа такого. Но вообще, крылья мне нравятся, давайте их примерим, даже посмотрим, как они смотрятся на мне в игре. В общем, ребятки, получили эту бесплатную вещь, крылышки выглядят очень-очень круто, мне нравятся, на самом деле, а так, если, вы знаете, как будто бы летим на них ещё с небольшой левитацией. Очень крутые крылья, я думаю, что вам их стоит получить, да, тем более на халяву, почему бы и нет. Очень крутые крылышки, мне нравятся. Ну что, ребяточки, вот такое видео у нас получилось, но на этом оно, к сожалению, подошло к концу, а я надеюсь, вам оно понравилось, но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур и это Ника Шоу, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok